Этот день стал печальным для семьи мистера Дэвида Кимбера, когда друзья и соседи собрались, чтобы проводить хорошего человека в последний путь. Шоком стало для всех, когда волк подошел к гробу и укусил мужчину за шею. Причина такого поведения волка оказалась еще более шокирующая. Мистер Дэвид Кимбер, пожилой мужчина, проживал в Айдахо. Он вырос в этом городе и почти никогда не покидал его, за исключением периода военной службы. После нескольких лет службы он ушел в отставку и жил один. Мистер Кимбер проживал на окраине города и часто сидел по вечерам на своем крыльце, любуясь закатом. Дэвид предпочитал уединение, он был добр к своим соседям, но всегда сохранял определенное расстояние. Его единственным компаньоном был маленький мальчик по имени Патрик, который жил в соседнем доме. Дэвид ласково называл его малыш и часто угощал того сладостями. С ним он делился историями о своих военных подвигах, ведь он был врачом, помогавшим раненым солдатам на поле боя. Так старик вел тихую жизнь с простыми привычками. Каждое утро он вставал на прогулку, наслаждаясь свежим воздухом, а затем наслаждался чашкой утреннего чая перед тем, как провести день, погруженным в чтение на своем крыльце. Иногда он выходил, чтобы пообщаться с соседями, а иногда просто сидел, наблюдая, как медленно течет время. Люди знали его как тихого человека и редко его беспокоили. Наша история начинается с распространившихся по городу слухов. Некоторые утверждали, что в лесу поблизости бродят волки. Дэвид тоже слышал эти истории и решил держаться подальше от леса. Он не испытывал страха, но предпочитал не вступать в конфликт с волками или браконьерами. Он знал, что слишком слаб, чтобы убежать, если что-то случится, поэтому не хотел рисковать. Он сидел на своем крыльце, испытывая глубокое удовлетворение. Старик был убежден, что вся жизнь, включая диких животных, заслуживает защиты. Когда некоторые его соседи приняли решение охотиться на волков во имя собственной безопасности, он высказал свое неодобрение. К сожалению, его мнение было проигнорировано, и охота продолжалась. Однажды вечером мистер Кимбер сидел на крыльце и услышал шорох в своем сарае. Сначала он не был уверен, но взял фонарик и пошел проверить. То, что он увидел, оказалось совершенно неожиданным. Большой волк спокойно сидел среди коробок. Страх вначале овладел им, но затем старик понял, что волк не представлял угрозы. Позже он увидел огнестрельное ранение на ноге, из которой текла кровь. Дэвид взглянул на волка и понял, что животное было слишком слабое, чтобы двигаться, не говоря уже о том, чтобы прыгнуть и напасть на него. Он не мог позволить ему умереть таким образом. Когда Дэвид собирался подойти к зверю, то услышал шум. Кто-то стучал в дверь. Волк зарычал, и Дэвид попросил его быть тихим. Старик вышел из сарая, закрыв за собой дверь. На его крыльце стояли трое молодых людей. Они спросили мистера Кимбера, видел ли он волка, пробегавшего мимо, поскольку он обычно сидит снаружи, читая книгу. Мистер Кимбер ответил, что был занят дома и ничего подозрительного не заметил. Старик осторожно открыл дверь и обнаружил волка там, где его оставил. Подойдя ближе, он увидел, что волк тяжело дышит и болезненно скулит. Казалось, хищник понимал, что этот человек хочет ему помочь. Бывший доктор осмотрел его ногу, извлек пулю и перевязал рану чистым бинтом. В последующие несколько дней он кормил волка в сарае и обрабатывал рану. За это время у них появилась глубокая связь. Ночью мистер Кимбер подсаживался к волку, лаская его шерсть, чтобы убедиться, что тот чувствует себя комфортно. Он был осторожен, чтобы соседи не заметили животное. Для тихого и уединенного человека это было несложно. Однажды ночью волк почувствовал, что у него хватает сил, чтобы встать на лапы. Мистер Кимбер проводил его в лес и отпустил. Хищник немного колебался, но затем убежал. Каждую неделю они встречались ночью в сарае старика, где тот кормил волка. Со временем его визиты становились все более редкими, но встречи никогда не прекращались полностью. Дэвид понимал, что жизнь возвращается к обычному ритму и считал, что так и должно быть. Мистер Кимбер обычно сам совершал все покупки, но в одно неспокойное утро, спустя несколько месяцев после первой встречи с волком, он почувствовал сильную усталость и попросил своего молодого друга Патрика помочь с покупками. Он написал список и вручил его мальчику, который отправился в магазин за продуктами. Тот был рад помочь другу и пообещал все купить. Вернувшись, мальчик увидел, что старик лежит на полу, и он вызвал скорую помощь. К сожалению, мужчина больше не дышал. Его доставили в местную больницу, где он был признан мертвым. Весь город был опечален известием о смерти старика Дэвида. Хотя большую часть своей жизни он провел в одиночестве, он оставался постоянной опорой для соседей. Он был дружелюбен и отзывчив ко многим людям, и в день его похорон соседи и друзья собрались, чтобы проводить мистера Кимбера в последний путь. Когда над гробом читали прощальные слова, внезапно ворвался волк и подбежал к гробу. Не прикасаясь к мужчине, он просто стоял неподвижно рядом с ним около минуты, а затем укусил его и убежал обратно в лес. Удивленные присутствующие не могли понять, что произошло. Но тут мужчина резко поднялся из гроба. Люди были в шоке и не могли в это поверить. Доктор, находившийся среди них, объяснил, что укус волка фактически спас жизнь Дэвиду, открыв дыхательные пути и облегчив его страдания. Мистер Кимбер не умер. На самом деле у него был анафилактический шок. Тем утром он поел французский тост с пшеничными отрубями, что вызвало у него сильную аллергическую реакцию, закрывшую дыхательные пути и вызвавшую состояние, похожее на смерть. К сожалению, маленький Патрик не был в курсе аллергии своего друга. В прошлый раз, когда мальчик посещал супермаркет, он принес старику этот хлеб, не зная о его аллергии. Когда Дэвид пришел в себя, его друзья рассказали ему, что произошло, а он постоянно спрашивал о волке. Спустя несколько недель мистер Кимбер вернулся домой из больницы, надеясь снова увидеть своего друга, и его молитвы были услышаны. В тихую ночь он увидел, как волк смотрит на него из кустов. Он бросился к волку и обнял своего верного друга, благодаря его за спасение жизни. Животное нежно лизнуло лицо человека, прежде чем убежать в лес. Мистер Кимбер больше не видел этого волка, но никогда его не забывал. Дорогие зрители, а верите ли вы, что животные тоже помнят добро? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok